Сегодня мы поговорим о компактах, о их разновидностях, типа монтажа, моделях и ценообразованием. Наверное, то, что больше всего интересует потребителей. Чем будет отличаться более дешевая модель? Снизу вверх это, наверное, первое крепление. То бишь, крепление будет идти наружного типа, его будет видно, как оно выглядит и так далее. Более дорогая модель, она будет уже с скрытым креплением. То бишь, сначала будет непосредственно крепежный элемент монтироваться, а затем только лишь компакт. Дальше сама чаша, то бишь, ее форма, ее устройство. Наличие всех вот этих неровностей, выпуклостей, литья, это все присуще более дешевым моделям. Что-то более дорогое уже будет иметь аккуратную, обтекаемую более форму. Следующий параметр это устройство самой чаши, да, системы слива. То бишь, в более бюджетных моделях слив осуществляется по периметру, по заложенным каналам внутри. Естественно, поверхность внутри она не глянцевая, что усложняет процесс уборки, образования бактерий и так далее. Новая же система чаш, так называемая система CleanOn, то бишь, полностью полая поверхность, без всяких премудростей, скажем, точечный слив, что значительно упрощает эксплуатацию этой чаши. Дальше, например, возьмем сидение. Сидение может быть из двух материалов. Полипропилен, это что-то, скажем так, подобный мягкий пластик, да, и дюропласт, что тоже более твердое. Естественно, поскольку это ванная комната, поскольку это унитаз компакт, это влияет на образование бактерий. Так же самое, чем плотнее и тверже материал, тем меньше образование бактерий. Естественно, крышка из дюропласта, она всегда будет в приоритете и, естественно, в цене. Так же самое, сам механизм крышки. Будут обычные пластиковые ушки крепления, либо уже микролифт. То есть крышка медленно падающая, пожалуйста, очень удобно. Принцип бачка плюс-минус на сегодняшний день одинаково. Объем 6 литров, в среднем там плюс-минус, может быть, 5 набирается для экономии воды. Но куда интереснее то, что внутри бачка. То бишь система слива на литр. Наверное, система слива даже куда в приоритете. Она может быть двух типов. На одну кнопку, на две кнопки. Если нет необходимости сливать все 6-5 литров, пожалуйста, есть вариант на две кнопки. То бишь спускать 3-6, 3-5, это все можно регулировать. То есть, опять же, вопрос экономии воды очень неплохо решается в подобных моделях. Также существенным отличием между некоторыми моделями может быть сам материал, из которого они изготовлены. Либо сантехнический фаянс, либо фарфор. Естественно, фарфор будет дороже, потому что материал крепче, плотнее. Опять же, естественно, внешний вес унитаза сохранится как можно дольше. Прослужит он больше, будет выглядеть эстетично. Опять же, вопрос упирается в бактерии. Их образование будет на минимальном уровне. Можем еще рассмотреть на примере модели, которая уже стоит свыше 6 тысяч. Как опять, за что и почему. Производство Испании. Первое, наверное, что бросается в глаза, это внешний вид. То есть, унитаз уже помимо функциональной какой-то составляющей, включает в себя эстетическую. То бишь, полное прилегание к стене фаянса. Вскрываем все коммуникации. Не видно труб, не видно никаких шлангочек. Пожалуйста, это может быть уже выступать, скажем, элементом интерьера. Людей часто смущают габариты. Кажется, что если маленькая ванная комната и стоит обычный напольный компакт, то подвесному нет места. Это миф, потому что фактическая разница, допустим, длины основного параметра порядка 5-7-8 сантиметров. То есть, это абсолютно не критично. Бесспорным преимуществом является, например, подвесной чаша. То, что доступ у нее есть практически везде. Снизу, сверху, сбоку. Это существенно облегчает процесс эксплуатации и уборки соответственно. Второй страх. Это то, что весь бачок выглядит предельно таким образом, да. И там уже не будет стекла, а придется все это заложить плиткой. А вдруг что-то потечет, а вдруг что-то случится. На самом деле, это шанс абсолютно минимален. Куда вероятнее, что в обычном бачке систему слива придется поменять раз 5-10, прежде чем что-то в таком бачке выйдет из строя. Сам бачок идет с цель надутого пластика. То бишь, никаких швов, никаких мест утечки воды там быть не может. Но в случае, даже если что-то случится, нужна регулировка смело воды или что-то, это производится достаточно легко. То бишь, движением снимаем кнопка, выкручивается два самореза. И, пожалуйста, резизионное окошко 15 на 20, 12 на 20. Пожалуйста, есть доступ, всегда все можно достать, все можно обслужить.